Раз, два, три. О, меня слышно. Ну я не уверен насчет мастер-класса. Это про меня, я правильно понимаю? Спасибо. Меня зовут Сергей Мац. Я на текущий момент руководитель мастерской игрового кино Институт кино и телевидения ГИТР. Ну, такая киношкольная мафия. В НВЮ я читал лекции. В Лондон, в Финнском. В общем, уж простите, я привык говорить то, что я думаю, в том числе своим ученикам. И вам скажу. Понимаете, стресс в человеческом организме вызывает ничего нового. Проявление того, что в нем и так уже есть, только в обостренной форме. Вот абсолютно такая же фигня с 48 часами. Правильно? С 48 часами. Все, что хочется сказать об увиденных картинках, все это невероятно типично. Я обычно начинаю разговор со студентами о том, что мы будем снимать. Ну, старших курсов, естественно, когда они чему-то подучились. Перечисляя определенные поинты, в которых мы точно себе откажем. Есть какие-то вещи, которых мы делать не будем. Ну вот, мы просто себе запретим это делать, и все, без объяснения. Не потому, что их делать почему-то нельзя. Потому, что для того, чтобы их использовать в своих работах, нужны особенные условия. Нужно вот отдельным образом меня убедить в том, что это вот прям тебе, ну, типа матершина, наркотики и много разных других, чисто кинематографических. Сейчас я назвал самые простые. В работах, которые мы видим, прям, ну, вот эти поинты присутствуют. И это потому, что стресс, я понимаю. Потому, что хочется найти простое решение, а простое решение, которое подсказывает такой первый ход, оно всегда неправильное. И поэтому сначала я с удовольствием пройдусь по картинам и что-то скажу. Сразу все молодцы, все круто. За 48 часов вообще что-нибудь снять, это убиться. Это понятно. И это в чем дело? Инопланетянин на нас похож. Эти инопланетяне, мать их вокруг нас, муха видит на 360 градусов, а собака увидит в ультрафиолете. Объясните мне, какого черта в кино все инопланетяне видят просто тупо банально, как люди и никак не иначе. Никакого особого взгляда ни у кого. За одним исключением, какой-то глаз посередине, но я не понимаю, почему не на жопе. Ну, как бы, в чем фишка-то? Что у него середина поля зрения выпала? Но представьте себе, вот так вот ходите по улице, вы далеко уйдете. Идея супер, а где мотив для нее какой-нибудь? Я понимаю, что в «Властелине колец» там гномы и эльфы – это правила игры. Введите свои правила игры, на каком месте у него этот второй глаз, и будет все круто. Ну, идея – это супер, что с ней делать-то? Я не понимаю, почему, еще раз, мир вокруг нас населен живыми существами, которые видят, слышат, чувствуют совершенно иначе. И самое лучшее, с моей точки зрения, что может предложить кинематограф для того, чтобы продемонстрировать их point of view – это как раз придумать какой-то кунштюк, который изобразит, а как странно они видят и чувствуют. И за 48 часов, ну, прямо, ну, реально, это можно было что-то такое вывернуться и сделать это не так уж, на мой взгляд, ну, не такая уж большая драма все это придумать. Я бы в эту сторону сначала начал думать. То есть, условно говоря, с моей точки зрения, если меня бы спросили про все картины практически, чей это point of view, я бы сказал, это какого-то чувака с Земли. Я не понимаю, почему это про инопланетян. Вот ей-богу, не понимаю. Это все про обычных людей, таких же, как, ну, да, что-то им довесили там 10 грамм странности. Но, в общем, эта история, на мой взгляд, все не про инопланетян, а про людей. Это их взгляд, их зрение, ну, может быть, чем-то остраненный. Ну, да, там, отпустили их из психушки на каникулы на выходные кого-то. Кто-то там к бабам пристает, кто-то пузырьки с зеленой жидкостью носит, говорит, что это чувство. Я не увидел ни одного инопланетянина, честно скажу. Но мне кажется, что здесь засада... Повторюсь, это все очень, ну, очень типичная история. Три дня назад, два ли дня назад мы тоже было увлекательное мероприятие. Оно называлось «Батл киношколы». И крупнейшие киношколы российские там выставляли своих выпускников перед ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Та же самая история, абсолютно один в один. Потом выходят продюсеры и говорят, а что у вас все проекты такие обычные? Что я им ответил? Я говорю, послушайте, а что у вас на телевидении и в кино все такое обычное? Что в киношколу, по-вашему, какой-то другой воздух закачивают, что ли? Ну, как бы, как живем, такие студенческие работы. К сожалению. Поэтому... Сейчас резюме подведу под этим. Кино – профессия для сумасшедших. Ну, правда, нормальные люди там не работают. Ну, это невозможно. Вот в прошлом мастерской у меня студентка сказала, я фильм не могу доделать, у меня свадьба через неделю. Я сказал, отлично. Ну, как бы, учиться дальше смысла нет. Людей, которые свадьба и на съемочную площадку сразу, вот таких я знаю, они будут работать в кино. А кого через неделю кино доделать, сейчас не могу, к свадьбе готовлюсь. Еще раз, это такая профессия для сумасшедших, она не для нормальных. Ну, есть много разных бизнесов. Идите в бухгалтерию, в юриспруденцию. Они прекрасны, правда. Но в кино вот так не получится. Надо сходить с ума. Тем более в таком уникальном, крутом, ну, правда, реально крутом формате. Это очень крутой челлендж. В нем нужно посходить с ума, и будет очень хорошо. Ну, по-моему. Вот. Теперь мои эти... Ну, воспроизведу по тем фильмам, которые я постараюсь вспомнить. Значит, первая картина... Да. Самое главное, беда. Нам везде почти репортаж показывают. Но в большинстве случаев мы видим, это телек. Нам показали репортаж. Ну, да, с руками. Послушайте, эту фишку с субъективной камерой, с руками в кадре, Найшуллер отработал, ну, уже настолько отполировал вчистую. В полнометражном формате. Но это уже точно не работает. Это уже у нас на глазах. Он был первый, кто решился. Честно, я никак не могу досмотреть его картину до конца, потому что меня тошнеть начинает. Минут на 15. Но факт состоит в том, что этот компьютерный прием, он... Ну, он там выстрелил, если угодно. И теперь он уже не стреляет. Нужно что-то совершенно другое. Я не понимаю, почему инопланетянин... Ну, можно было надуть организаторов. Почему он не может видеть себя? Почему он не может быть вот такого глаза-то? И это объяснение моментально решает проблему, что мы показываем его. Так вот, еще... Значит, нужно было придумать, почему... Еще раз. Идея состоит в том, чтобы всех надуть. Кто всех надул, тот и выиграл. Ну, как-то так, мне кажется. Это справедливо. Выиграл тот, кто всех надул. Значит, первая картина... Скажите мне, когда я стану разговаривать слишком долго. Алиан. Прекрасно. Мы видим репортаж с объективной камерой. Он красиво снят. Мы бродим. Ну, это, конечно, репортаж. У меня есть идея. Смотрите, почему-то все приходят к воде. Бог ходит по воде. Ему достаточно было дальше пойти по воде, и мы бы получили уже не человека. С моей точки зрения, там не хватает финансов. А вот он до воды дошел. Если бы он по ней еще и пошел, вообще это несложно технически снять. Что-нибудь положили в воду и пошли по ней. Но это, мне кажется, та фишка к репортажу. Да, я говорю свое мнение, я только его больше ничего не... Но это я вот симпровизировал, пока смотрел сходу. Просто репортажная история, она немножко не кино. Она немножко телек. Иначе, к сожалению. Понимаете, в чем дело? У меня есть глубокое убеждение. У вас может быть другое, но меня в этом никто не переубедит. Но я знаю, что когда вы, я, все люди выходят из кино, и кому-нибудь звонят, говорят, фильм крутой или фильм говно. Это не принципиально. Важно, что они его заметили. Первое, что они рассказывают, что в нем происходило. История. Значит, пошел, ушел, пришел. В конце концов, все, чем мы занимаемся, это, ну, если умный термин, визуальный стори-теллинг, нам нужно эту самую историю рассказать. Как сказал Трюфо, у нее должна быть начало, середина и конец. Не обязательно в этом порядке, но они точно должны быть. Вы мне эту историю дайте, все остальное это к ней довеске. Я хочу узнать, с чего началось, с чем закончилось, и что происходило в середине. Повторюсь, не обязательно в этом порядке. Совершенно не обязательно в этом порядке. И поэтому вот этот ход, правда он ходовой. Обязательно гопники. Ну, я понимаю, что это российская реальность. Обязательно кому-нибудь дают в лобешник, это замечательный повод уйти в ЗТМ, закончить картину, упасть, поменять ракурс, например, на вертикальный или закачаться. Я понимаю, но можно придумать какой-нибудь другой повод добиться того же самого результата, но ясно, что этот повод, он достаточно очевидный. Он не удивляет. Правда. Первое, что спрашивают, когда приносишь кому-нибудь сценарий, идею, с чем будешь удивлять. Ну, теглайн, рекламный слоган. Чем ты будешь удивлять, отвечает на вопрос. Хочется, чтобы меня удивили в каком-то месте, а когда гопник дает в лоб, и, соответственно, ракурс камеры меняется, а еще несколько раз, это большого удивления не вызывает. Ну, как бы мне приходилось и получать в лоб от гопников, и давать им в лоб. Что-то тут никакой новизны для меня не происходит. Поэтому во второй картине я... Ну, вот эту историю с Терминатором, я понимаю, да, ее хотели спародировать. Так нужно было пародировать. Мне почему-то эта пародия должна была показаться пародией. Уж если координаты стоят, написано там широта-долгота, мне кажется, они должны крутиться, иначе в них нет смысла. Чего он пристает ко всем этим бабам, мне непонятно. В чем его мотив-то? Его на землю послали, что? Женскую анатомию изучать? Ну, как бы вы объясните. Нехорошо, неплохо. Правила игры не задались, понимаете? Если мне показывают, условно говоря, кино, боевик, я не задумываюсь над тем, почему он все время стреляет, и ему не нужно перезаряжать. Это правила игры того жанра. Если я смотрю военную драму, и вот у него крайний патрон, и я переживаю, вот он теперь стрельнет только один раз. Себе в лоб или ему в лоб. Это другие правила игры. Дело совершенно не в том, до хрена у него патронов или ни одного. Важно, чтобы правила игры были ясны. Проблема в том, что, ну, например, в этой истории правила игры совершенно не ясны. Мне не объяснили, почему он ходит и пристает к девушкам, почему не пристает к мужикам, почему, не знаю, там, землю не ест. Чего он хочет-то? Добиться-то чего? В чем его челлендж? Это непонятно, и в этом вся засада. Можно приставать к девушкам, с моей точки зрения, да, это прикольно, ну, пока посылают, тоже прикольно убегают. Ладно, хорошо. Чего мордоворот стоит возле двери? Чего он там делает? Ну, я догадываюсь, что он в лоб должен был дать. Ну, потому что в каждой истории тут кому-нибудь дают в лоб. Обязательно. Почему-то он не дал, не знаю, вот. Еще раз скажите, пожалуйста, ваш текст. Просто дословно повторите. Yes. Самое адское место, в котором может обосраться режиссер, это когда он должен потом выйти и объяснить, что там должно было быть. Так я про что говорю? Я разве про вас? Я про себя, я про жизнь. Что вы думаете, я что ли нигде так не обосрался? Ну, я к тому, что когда ты понимаешь, что это с тобой произошло, ты попал. Ну, потому что фильм закончился, всем все должно быть ясно. Хуже некуда, когда ты понимаешь, что, черт возьми, тебе придется выходить и объяснять чего-нибудь. Ну, например, там, вот это тоже люблю очень. А еще у нас снимались непрофессиональные актеры. И что? Ну, снимал бы профессионально. Непрофессиональные – отлично. Нет, это круто, незамыльные лица, у них есть что-то живое, это ход. Да, но он должен работать. А если он не работает, если мне нужно выходить и объяснять, что к чему, ну, значит, ты, значит, ты, к сожалению, промазал. Есть такой профессиональный анекдот про то, как лежит ребенок в люльке, ему говорят, что, ну, там, взрослые собрались, они уйти там, вырастет. Мальчик будет режиссером. А что ты так решил-то? Ну, смотрите, как обосрался, голову как высоко держит при этом. Ну, это нормально, это профессия, правда. третий картина. Ну, там, гопники опять, как водится. Здесь еще одна. Еще раз поймите, я в данном случае не апеллирую, даже вообще не обращаюсь к авторам фильмов. Вот совершенно текст не для них. Но примерно так же, как в радиоэфире, говоришь, вы расскажите свою историю, но я ее с вами не разбираю. Но невозможно в эфире там за 10 минут разобрать чью-то драму, которую человек готов рассказать. Это прекрасный повод обсудить за жизнь со всеми. Каждая из этих картин хороша по-своему, плоха по-своему, это совершенно нормально, это просто повод со всеми остальными обсудить за жизнь, за то, как делается. Это не как бы даже не совсем про кино, потому что про кино надо вот его сейчас включать, садиться и разбирать конкретно. Это совершенно другой разговор. Это повод для разговора со всеми, поймите правильно. Вот по третьей картине тоже, ну, значит, мы имеем репортаж, вот она типичная, правда киношкольная. Очень часто приходится сталкиваться. Объясните мне. Ну, я так понимаю, что люди к кино имеющие отношения собрались. Я почему должен смотреть на ЗТМ? Я понимаю, что переход через ЗТМ решает многие монтажные проблемы. Но я пришел смотреть изображение, а не черное поле. Но вот лично я категорически против ЗТМов. Если есть возможность его не вставлять, его не должно быть. Другой опрошен иногда использовать как художественный прием, стоит черное поле, за кадром кто-то разговаривает. Ну, то есть мне принципиально хотят что-то не показывать, ну, как бы погрузить меня в темноту. Я понимаю, да, это ход. Но когда затемнение используется, ну, fade in, out, используется как монтажный прием, переход между склейками, это, с моей точки зрения, ну, не браткастовый ход, не профессиональный. Я пришел смотреть кино, а не черные поля. Они должны быть так редко, как это возможно, по моему глубокому убеждению. Всегда агитируя студентов, этими ходами не пользоваться, ну, чисто по монтажу. Вот. Дальше однокадровая картина. Ну, однокадровая картина, это всегда круто. Это всегда челлендж, попытаться снять фильм одним кадром. Ну, там сразу от веревки Хичкок 38-й год до Бёрдмена, соответственно, со всеми такими экспериментами в середине встает картина, один кадр, это очень круто. Вот мой личный опыт жизненный показывает следующее. Сколько раз мои студенты не пытались снять однокадровые картины, но я знаю, по крайней мере, припоминаю, так, по крайней мере, прецедента три. К сожалению, это ни разу всерьез не получилось. Задача очень сложная технологически, очень много репетиций, что называется, за попытку спасибо, но чтобы это у кого-нибудь вышло, ну вот так вот, ну в таком, скажем, умеренно возможном техническом режиме, без сверхусилий, ни у кого почти никогда не получается. Это очень сложная задача. Круто, правда хочется, реально хочется, очень, но добиться результата очень сложно, надо много репетиций, поэтому в итоге однокадровую картину, на мой взгляд, мы получили в формате ну сколько успели, столько и сняли. Самое плохое, ну на мой взгляд, неинтересное, что есть в этой картине, это финал, они вдруг замерли и дальше нам показали ГЦП, ну то есть цветовое поле. Чем оно закончилось, непонятно. Мне кажется, что чисто съемочно, но надо спросить у авторов, просто вот, ну не успели, наверное, больше, потому что задача уж очень сложная, поставили перед собой. Может быть, имел смысл поставить задачу проще, но я не понял, чем закончилось. На мой взгляд, закончилось тем, что успели. Очень обидно, попытка крутая, может быть, надо было себе позволить где-то все-таки монтаж, и тогда бы успели больше. На однокадровой съемке очень низкая выработка, это ясно, но потому что известно, что когда Хичкок снимал веревку в 38-м году по 9 минут, ну больше пленки не влезал в кассету, там ассистенту ногу телегой переехали, он упал и лежал, голос не подавал, чтобы дубль не испортить. Дубль этот в квартиру и вошел, но он в картину, а он, соответственно, уехал в больницу немедленно с перееханной ногой. Ну так вот снимается однокадровая, ну потому что уже длинный кусок сняли и одна помарка. Экспериментам хочется сочувствовать, содействовать, помогать, но тут вот задача сложная, надо не переоценить свои возможности. Ну примерно так же, как очень много желающих снять в студенческой короткометражке, ну просто в короткометражке, это не важно. Она же по определению безбюджетная. Здесь же нет экономики за короткометражным кино. Это и прекрасно по-своему. Хочется снять там секс, насилие, а это все денег стоит в какой-то степени, поэтому почти никогда не удается в этом формате. дальше пара картин, которые подтверждают тезис, но обычно так говорят. В LA так, по крайней мере, любят говорить, что плохих операторов там не бывает, а вот с плохими режиссерами это запросто. К сожалению, к счастью, к счастью, к счастью, конечно, в 21 веке технические возможности наши, они настолько велики, что добиться приемлемого уровня изображения стало намного проще, чем это было, например, в пленочную эпоху. Я еще пленки клеил, когда во ВГИКе учился, срезки, и снимал на пленочную камеру. А, соответственно, подняться на ступень выше и получить хорошее изображение, ну, тут голова нужна. Хороших операторов намного больше, к сожалению, чем хороших режиссеров. И мы имеем несколько работ, которые по картинке сделаны, продуманы. Честно, ну, вот прямо по картинке мне работа, которая называется «Она шестая. Один день». Там продуманная композиция вот эта вот с окнами, да, с домами. Человек продумал геометрию, там линии проходят. Ну, круто. То есть, видно, что человек думал. Это здорово. Только история-то непонятна вот мне к чему. Ну, педофил он, да, ну, гонится он за девочкой почему-то. Не, ну, он однозначно педофил. Ну, по-другому как-то не складывается из этого. О чем история осталась непонятным. А операторская работа, ну, видно, что туда вложены какие-то соображения. Но, к сожалению, это инструмент. Еще раз, можно лучше хорошая история с плохим изображением, чем плохая история с хорошим изображением. Ну, вот, на мой взгляд, так. Потому что люди приходят в кино сначала за историю. Надо, чтобы было все хорошо. Дело просто в порядке действий. Порядок действий сначала история, потом следующие шаги, потом хорошее изображение, звук хороший тоже не помешал бы, но все равно сначала хорошая история. Люди приходят в кино за историей. За хорошую историю нам с вами простят многие вещи. Правда, простят очень многие вещи. Важна хорошая история. И дальше многие дефекты, даже сейчас технические, потеря фокуса, вот это вот все. Ну, часто сидишь и смотришь, блин, вот оно, а вот там. Зрители не замечают, они увлекаются. И слава богу, мы просто рассказываем истории, нам нужно это делать. Вот. Так что история педофила, она с хорошей композицией, безусловно. Так, ничего я не пропустил. Сейчас я просто, чтобы не... А вот еще история про Настю, которую он нашел. Да. Ну, помните, мы ехала машина на дороге. Как он ее увидел, непонятно. Это... Опять, история довольно типичная. Она типичная. Это идея, которая возникла еще в 30-е годы, которая заключается в том, что страшно не то, что мы увидели, страшно то, что мы не видим. Самое страшное, то, что происходит за кадром, если мы хотим испугать, нам нужно придумать, что нам не показали. Это технологически просто, и в то же самое время, если придумать такую удачную историю, она работает. Но, к сожалению, я ничего не понял. Ну, правда. То есть, исходная идея была стопудовая. Нас пугают чем-то, что герой видит, а я нет. Но что он бегает и дрыгает ногами, от чего он куда-то побежал, что он забился под одеяло, но мне лично понять не удалось. Очень жаль. Повторюсь, исходная идея, но фундамент для истории здесь присутствовал. Да, это должно было как-то... Почему тапочек лежал на асфальте сначала, до того, как приехали? Чей он был? Я не понял. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда режиссер, если выйдет и нам все объяснит, то мы, наверное, все поймем. Но, к сожалению, когда кино закончилось, выходить и объяснять уже поздно. Мы его уже посмотрели. Теперь все, момент ушел. То есть, дальше бегущей строкой снизу надо было давать объяснение, что там, собственно, происходило и что нам хотели дообъяснить. А идея то, что происходит за кадром страшно, то есть, персонаж видит и нет, но это идея, которая выстрелила уже сто тысяч раз и выстрелит еще сто тысяч раз. В этом нет никакого сомнения. Конечно, да. Это верное направление мысли. Так. Дальше картина про два глаза. Я уже в самом начале про это сказал. Это люди, которые действительно подумали, что у него должно быть другое зрение. Опять, идея абсолютно стопудовая, на мой взгляд. Она точно должна была сработать, потому что они должны были видеть как-то. Но я не понимаю, почему один глаз в центре, а другой по всему полю. Ну, то есть, это получился обычный полеэкран. Если бы он смотрел хотя бы назад, то тогда мы бы точно получили фундамент для истории, которая невероятно увлекательная, интересная, стреляет. Сейчас я уже как бы... Так, чего я еще пропустил? Ну, про восьмую картину мне сказать там с маленьким принцем на дереве нечего. Это крепкая работа первого курса. Ну, вот правда, больше ничего не могу прокомментировать. Слов нет. Дальше. Ну, про чувства, которые представлены зеленой жидкостью. Ну, я лично вот это не курю, и поэтому мне не кажется, что человеческие чувства это зеленая жидкость. Это еще один типичный, прямо любимый поинт, ну, вот прямо прямо самый любимый из киношколы, который заключается в том, что кино это не философский трактат. Самое скверное, что можно сделать, придумывая сценарий, это заложить в него глубокую философскую концепцию. Про философскую концепцию надо забыть, надо просто рассказать историю, которая с чего-то начинается, чем-то продолжается, где-то заканчивается. А философия, если в ней обнаружится, зашибись. Пушкин Александр Сергеевич наше все говорил, что поэзия, прости господи, должна быть немного глуповата. Ну, вот история должна быть, прости господи, немного глуповата, а философам надо оставить возможность писать их. Потому что многие вещи вот эти вот сложные, любовь, она словами, знаете, а на экране там же живые люди, как будто, и поэтому любовь это что? Ну, вот мы умрем в один день или трусы снимай, это что? Ну, может быть и то, и другое, в зависимости от того, кто говорит. Поэтому эта игра в слова, она немножко, на мой взгляд, не работает в кино вообще, и в этом месте фундамент истории, которая не выстреливает обычно такая история с глубокой философией. Очень хочется быть торговским, но это просто на каком-то следующем этапе, не на короткометражном точно. Насекомые, следующая картина, другой, да, игра с фокусом. Ну, то же самое, снято, да, про что хотели сказать, честно, не понял. Еще две картины, которые мы не посмотрели, одно из них детское кино, такая Москва, кассиопея прям, я посмотрел, честно, я хитрый. Вот, еще одна там с помехами, в которых кого-то все время телепортируют. Вывод. Собственно, я уже сказал просто, ну, в истории-то начало, середина и конец не обязательно в этом порядке, но вот уже конец был, сейчас я его просто еще раз вас приведу. Самое главное, абсолютно уверен, личная позиция, только моя, может быть, не знаю, но мне кажется, что все индустрии, потому что все всегда спрашивают, главное это идея. Нужна какая-то прикольная мысль. Понимаете, мы в жизни видим вот это вот изображение вокруг. Годар пытался ставить камеру посреди улицы, включать ее, и потом это изображение характеризовать как кино. Но, к сожалению, его никто не захотел смотреть, вот это вот реал-синема. Марио Пьюза говорил, что мы как регулировщики только наоборот. Регулировщики должны сделать, чтобы никто не врезался, а нам надо, чтобы все врезались обязательно. Нужен какой-то поворот, хотя бы один, обязательно. Обязательно должна быть какой-то момент, хотя бы один, и вот этого в картинах нет. Когда я точно был уверен, ждал чего-то одного, получил точно совершенно другое. А лучше классическая трехактная схема три. Ну, хорошо, хотя бы один в очень короткометражном анекдоте. Без этого, на мой взгляд, история не работает. Ее можно визуализировать сколько угодно, она не вызывает вау-эффекта, она не вызывает эмоций, а люди ходят в кино, и в это кино, и в МЛ-48, и в любое другое, только за одним, за эмоциями. Они хотят получить чего-то, чего каждый день они получить не могут. И мне кажется, наша профессия стоит в том, что мы обязаны им это дать. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я никого не обидел, честно сказал то, что думаю, правда. Спасибо, Сергей, за конструктивную критику. У нас сейчас 20-минутный перерыв и продолжим сеансы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.